Привет тебе, я Коперник, продолжаем в Айленхад, The Great War, Деревянные кресты, глава 4, это я помню, это я помню, но восторг был недолгим. Гемешские солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. А как доставили-то, он же... Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за раненными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэль. Такую возможность Карл упустить не мог. Захваченный Сен-Миэль. Значит ты пиздуй-бороздуй, переоденься, нормально как человек, а то, блядь, как урод ходишь какой-то. О, хозяин, песенки нашелся. Не извиняюсь. А то, что перебежчик может быть нет, всем похуй. Чуваки толкают танк, эээ, трактор, причем как-то задан наперед, почему-то в тыл его толкают, видимо. Заведенный причем трактор. Коняшка стоит, башкой дергает. Ну какая красота. Я-ка тебе побычу у тебя. Побулю. Нет? Тихо, шо ты за капитан такой, блядь, с вихром. Вихратан. Так, тут что-то у нас. И тут он. На каждой этой капитан с вихром. Давай. Где уже нормальную? А то, что может быть перебежчиком нет, всем похуй. В смысле, каска нормальная, блядь, одень. Дурдила. Блядь. Чё, типа с фуражкой, блядь. Чё, каски нет? Сэр, сударь. А где каска-то, блядь? Ты как-то урод бегаю. Полукасочный. Полумасочный. О, каски. Так, подожди, а какой кот-то, блядь? Дать мне каску. Чувак, дай каску. У тебя же тут касок, дохуя. Касочник! Так, нужен какой-то кот. Чё за кот, хуя, узнает? Нет? Какой-нибудь цвет он другим должен загореться, что-нибудь, нет? Нет, семерочка, нет. Двойка. Нет. Тройка. Четвёрка. Нет. Пятёрка. Нет. Шестёрка. Нет, семёрка. Нихуя. Нет, да? А, восьмёрка, да? Первая. Нихуя, да? Не надо мне своим голубем тыкать. Сам всё найду. Так, факты, предметы. Факты. Давай почитаем факты. Ух ты, черепушка. Весок простреленный. Больно, наверное. Наверное, больно. Так. Город Сан-Миэль, оккупированный немцами в сентябре 2014 года, имел крайне важное стратегическое значение. Он находился прямо на выступе линии фронта. Кроме того, через него проходила железная дорога, соединявшая Париж и Нанси. До прибытия этот район американских войск в 18-м году, силы Антаны предприняли несколько попыток освободить Сан-Миэль, но ни одна из них не увенчалась успехом. Боже мой, такой газ, газ, шевелись. Ребята, газ применили во время войны. Был тяжелее воздух, и поэтому легко проникал в траншеи, туннели. Он также мог скапливаться в воронках от снарядов, которыми изобиловали районы боевых действий. И поэтому солдатам приходилось подолгу оставаться в противогазах, которые были не очень удобными и значительно снижали боеспособность. Ну да, такое себе. Даже в наши дни на земле полей фермерских гонок, которые поднажены вдоль бывшей линии фронта, таят страшные подарки, давно минувшей войны, не разорвавшиеся снаряды с газом. Немецкий солдатский жетон 16-го года. Солдатский жетон для опознания погибших. Одна из его частей была съемная, вторая, основная часть, оставалась на теле битвы солдат. Жетоны такого образца начали использовать в конце 16-го года. Ну, прям как в российской армии, так же у тебя один здесь вот на груди, второй в ботинке. Соответственно, если у тебя ножку отрывает, или от тебя одна ножка остается, опознать твою ножку, ну, пожетоны смогут. Газет Де Арден. Ежедневная газет Де Арден печаталась в Бельгии и распространялась в оккупированной Германии районах. Она издавалась на французском языке и служила средством пропаганды, сообщая местному населению, содержащемуся на территории Германии, Австро-Венгерской империи, военнопленных и солдатских подвигах. А, понял? Сломанный французский штык. Нихуя он сломанный. Он еще больше типа был. В отличие от более широкого немецкого штыка, у французского была огольчатая форма, которая позволила колоть врагов, серьезно повреждая внутренности. Пехотинцы, которых не устраивал атакующий потенциал этого холодного оружия, покрывали его насечками. При извлечении с тела врага такой штык наносил гораздо больше повреждений. Плоская фляга. Просто плоскую флягу можно было носить в кармане брюк или куртки. Солдаты обычно хранили в ней небольшой запас крепкого спиртного, глоток, который помогал набраться мужества перед дакой или расслабиться после очередной заварушки. Тяжелый германский шлем. Данный шлем пришел на смену остроконечному немецкому шлему, так как лучше защищал от шрапнели. Он был значительно толще французского аналога, а опыт прикрывал лучше. Компенсацией за надежную защиту стал немалый вес шлема 0,58 и 1,32 кг. Что сделал самую тяжелую историю. 1,32 кг, нихуя себе. Но типа зато надежно. Так. Порог, значит, мы не знаем. Кто тут, блять, кто, сука, рыгает? Ну-ка. А че, я не могу позвонить? О, заебись. Ку-ку. Проснись, ты обосрался. Быстрее. В смысле? Что это я? Я это, я. Ты ж меня не видишь? Слышь. Слышь. Парниш. Ключ дай. Крыса, блять, толовая. Че, давай, бери. Ну, бери. Ты не можешь его. У тебя не хватает, ума крутануть этой... Ну? Так, хорошо. Ага. Смотри, короче, есть у нас, значит, яблоко. Мы сейчас заходим с той стороны здания. Мы не заходим с той стороны. Так, смотри. Слышь? Черт. Вот дела, блять. Тише, тише. Не-не-не, все хорошо. Слышь. Э! Не возвращай ему ключ. Барри. Спасибо. Барри-барри-барри-барим-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-банайте шлем. Они попиздачи. О-о-о-о. Нормальный шлема. Что такое? Что такое? Что такое? Курок подыхает. Алло, смотри, код. Два против часовой. Один. А, два по часовой. Один против часовой. Три против часовой. Значит, два туда, один туда, три туда. Ну, смотри, короче. Два. Один. Три. Два. Один. Три. В смысле? Может быть, раз, два. Один. А, два. Один. Три. В смысле? Блять. Два. 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 Один. Три. В смысле? Может, типа, мне что-то такое два Один Два, три Нет Типа, раз, два Обратно один, потом туда три Блять, да ёб твою мать Ну ладно, окей Три, раз, два Один Один, два Три А, нет, четыре Нет Два Один Три Блять, да как тебя Может быть, раз, два Один Раз, два, три Да ёб твою мать Раз, два Один вот сюда Раз Раз Два Три Да, блять, почему? Три Два туда Один обратно Три туда Может быть, там нужно плюс два Потом на ноль минус один Потом на ноль плюс три Может быть, так? Плюс два Минус один Плюс три Нет Раз, два Минус один Раз, два, три Сука Раз, два Раз, два Раз, два Три Четверку попробуем Нет Значит, это двойка Единица Тройка Может быть, это просто? Типа, раз Да не, нихуя Не, нихуя, нихуя, нихуя Я что-то, блядь, не догоняю Может, по высоте надо сначала Первую назад Дверь вперед Три назад Типа, не слева направо, а снизу вверх Или сверху вниз Снизу вверх, по идее Вот, типа, я стою Раз, типа, один Два туда Еще три туда Что за дичь, блядь Попробуем А что у меня за Флаг, блядь Я могу на флаг посмотреть? Блядь, секретики Может быть, реально снизу вверх Ну, смотри Раз Раз, два Раз, два, три Ой, да иди ты нахуй Серьезно Ну, что это еще может быть? Может быть, три Плюс два Плюс один По минус один Давай сверху вниз, блядь Раз, два, три Плюс два Минус один Может быть, раз, два, три Раз, два Так И как, блядь, эту хуйню разгадывать? Что, куда? Где-то пац Что-то машонка сушеная вон висит Машонка сушенка Да, что-то, блядь Я перепробовал здесь И сначала Посчитал Вот эти вот Бубочки, типа вот И смотрите Девять окон, да? Девять окон Потом Типа Вот это обозначает Номер позиции То есть на первой позиции будет Так Раз, два, три Четыре, пять, шесть Семь, восемь Первая будет восемь Вторая Раз Два, три Четыре Вторая Третья Раз, два, три Четыре, пять, шесть Восемь Четыре Шесть Четыре, шесть Я хуй знает Я уже тут кучу все перепробовал Восемь Четыре Шесть Хуй знает Вообще хуй знает О, блин, прикольный Гад, гад рейс есть О, о Тихо А, что за Так, давай Ну, бери Так, окей, подняли Нормально Ну, может, еще в коем-нибудь яблоком Пезнуть, нет? Здесь у нас закрыто Закрыто? Не, не закрыто Так, а, здесь коники Коники, коники, здесь мы уже были Запись, кстати, идет, запись идет, да Бум-бум-бум-бум-бум Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Ну ты и черт Ты, блять, пароль мне не можешь сказать Ммм Ммм 8 и S 8, 1, 5 Сипа Хуй ее знает Ну вы, блять, даете Так, серьезно Своё вооружение прячете Бери винтовку О, кортик Волосатые фляги Нормально Война Ой Тихо-тихо Ты где обратно иди Там Пердешь, блять Так, ага Значит, сюда нельзя Там нас зовут Ага Побегли Блять Там лошадь радуется Глянь На заднем фоне Такой Нормально 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 Так, Барри, Барри, Барри Где Барри? Барри, Барри А, нифига Она в газу была На эпоху, видимо Оу Барри Барри Ну, погладь Ну, убери ее Убери его Вытаскивай Я не знаю Там собака у тебя плачет Че, блять Ну, а как? Ну, ладно Хоть с тобой Сидит чувак У него каска трясется Нормально О, прикольно Деревья горят Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Поехали-поехали-поехали О, Барри пришел Барри Самолет Тарахтит, летит Летит, тарахтит Летит, тарахтит Ё-тва И дивизия А, а как ты? А, нифига У тебя там траншеи Специально для собак прорыт Вниз, типа Да, вниз Оу Пердячие бомбы И одолели Противогаз, блин Так, Барри Барри Иди Да тебе на газ похуй Ты же пес Он же против людей Противогаз В смысле Могу я? Еще, может быть Этот пердячий газ Отсюда Как-то Выдуется Я не знаю Так Ну, здесь Ну, повеситься Можно Могу я на него сам повеситься Ну, типа Сзернуться Нахуй Вот, заебись Чпок Что, ты что-то 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 На собаку Противогаз Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Во, все, теперь ты не боишься пердежа Наверное, удобно, наверное, в противогазе кусать, да? Специально в противогазе дырка для того, чтобы кусать А ртом собаки не дышат, не, они ртом просто язык высовывают И вот даже язык не глотают, они его выплевывают Новый, новый отращивают себе Ох уж, блядь, эти... Как много толку от собаки в противогазе Наверное, в противогазе отлично можно унюхать что-нибудь, типа Нихуя Он для этого и сделан, чтобы нихуя не унюхать Так, давай, сучий сын, лезь Барик Где она? Ага Окей Люс, люс, люс Да и где ты, пёс-то? Сюда, блядь Чё, куда я пошёл-то? Просто съебался с поля боя? Что, что, блядь, происходит? Должна быть заставка? В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами Увими Это... Какой-то кабак у Вимми Хе-хе 9 апреля 1917 года В небе над Вимми Твою мать, эти, эти, какого Выполнял для артиллерии и разведку германских позиций Это этот, какого? Блядь, эти мохнатые педрилы, блядь, из Звёздных войн Медведи мохнатые летают Вимми, левими, францем Так, у меня есть вундервафля Е-е-е-е, блысь Нормально, ещё разочек, могу? Не могу Она самозарядная, кстати, быстро заряжается Что ты? Что ты орёшь? Клюкольцами машет Тихо там кто-то А я не могу управлять Нормальная Бежачком, бежачком Бежачком, свежачком Извиняюсь Подожди, то есть этот блядский генерал С иными, медалями Подожди, что-то, мне кажется Мне кажется, что-то О, о, заебись На улице стал хладать Я, собственно, так увесь Так, давай Танкуй орденами, батька Ну, ещё вообще, похуй Он бежит, блядь, со своей клюкой Вообще, плевать ему Нашим солдатам тоже плевать, если честно Просто надо за генералом держаться Плюх, блядь Две пушки Так, я могу это крутить Откуда они, сука, стреляют, я не понял Мимо, да? Как мне идёт Ну-ка, если я М-м-м-м М-м-м-м Если так попробуем Какие-нибудь поправки будут, не? Откуда вы стреляют, то, блядь? М-м-м-м-м Да, пушки стреляют А мне куда стрелять? Я-то над ебись чисто попал Восемьдесят А как будет? Ещё без понятия Ещё как они не летают, очень странно По странной траектории О-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Без вариантов Здесь по-любому должен был какой-нибудь секретик лежать Но, к сожалению, у меня все секретики Почему-то уже открыты, глюк игры какой-то Хребет Виме Это длинная нагорья Позволяющая контролировать расположение Вокруг равнины Общая протяженность этого Стратегически важного района 8 километров 9 апреля 2018 года Несколько канадских дивизий Общей численностью 100 тысяч человек Штурмом отбили этот хребет у врага В 1922-м Франция передала Канаде Эту прославленную высоту В постоянное владение Дабы увековечить подвиг павших В войне Канадцев В памяти погибших здесь 11 тысяч солдат 11 тысяч солдат Точное место смерти которых неизвестно Было посажено 11 тысяч деревьев Хребет Виме стал символом государственного становления Канады Единства ее нации Предметы Каска Броди Каска Броди также известна как касктомия Антишрапнелевая каска Ну антишрапнелевая да Но ее Шикарно прошивало все что Все что блядь только можно было Ее носили все солдаты армии британской империи Включая британские Канадские и австралийские отряды Поскольку также американскими Использовались также американскими войсками При наступлении в войну Характерная форма Шлеба породила множество Прозвища Мойка, сковородка, боевой котелок Немцы называли ее Салатшусель Салатница Уважение здесь что-то есть Опа А вот здесь наверное шалатшусель будет Кто-то там стреляет этой залупой Нихуя снаряды Че? Что? Пошли Ну вперед Залупин стреляет Да еб Если я слишком быстро Тип пробегаю То Охуена Слишком быстро Бегу Убивают Слишком медленно Бегу Убивают Ну что это Блять Типа и всех убивают Типа не вариант Все Его и не выубивают Ну и все? Ну и все Так Ладно Пойду эту херобору Раздолблю Пойду эту херобору Раздолблю Где она там Сука находится Это говно Где-то Пал Тос Типа 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 Была Двадцать Двадцатка Что ли Десятка Короче Десятка И получается Шестьдесят Десятка 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 Так Еще что Есть Еще есть Кто воюет Некого больше Воевать Надо было Просто Пиздануть Давай Медалями Медалями Насквозь Я нет Ёп твою мать Этот пиздак Летит А Самолет Я думал Это убит снаряд Ну вниз Ёптель Давай О Нихера себе Большая Берта Сейчас Сделаю себе Даже Снимок На всякий случай Типа На скриншот Что Ну давай Стрелять Давай Не вопрос А Вы проебали Крутилку От Большой Берты Ууу Какая милота Всего лишь Проебали Крутилку От Большой Берты Ёптель Твою мать Блять Кто Вы Воины Или И ручку Проебали Все проебали Давай Бери Будешь Начинать Рычагом Бам Нахуй Хуяк Так Еще Можно Что-нибудь Придумать За этот херобор Нельзя Схватиться Схватиться Мне Нельзя Где Крутилка А где Блять Ручка Большой Берты Ёбаный Пес А глянь Уже Все Починили Нашли Починили Починили Нашли Сейчас Посмотрим Что Кто Летит Блять Еще Что Ни хуя Похоже на правду Нихера себе Воин Та-та-та 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 Погнали, погнали Та-та, куда, слышь? Э-э-э, стой, 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 стой Та-той, там на 7, на 8 Блять, пидарас Сел, уехал Такой простой, блять Я сел в танк, а ты беги за танком, как бы Пиздуй, бороздуй, блять тихо 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 ебануты что ли на танке перевернулся ну ты урод ну ты урод кривожопы криворуки блять крутилку от большой берта проебали рычажок от большой берта проебали все на свете проебали кто так сука делает а вот серьезно кто так сука делает кривожопые ублюдки блять они военные спасибо генерал сама обдристался ты серьезно заново ладно хорошо генерал педрила генералу должны в первую очередь думать о своих солдатах как блять это их это их руки это их все генерал без солдата так голова как голова без рук что-то блять серьезно что ли ёб твою мать ну давай да 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 я уже понял ну а а а а а а а Тихо, спокойно. Как пиндос, глянь, имитацию бегаю. Оп-оп-оп на месте. Как там что-то бег на месте, сука, примеряющий. Во-во-во. В стиле пиндосов. Имитация бега. Какой-то серый, не черный, серый. Да еб... Ай, я бодобаду. Ну давай, все, 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 сосредоточились. Бам-бам. Так, вот. Генерала Басрамс. Генерала Басрамс. Да, сука, она просто рандомно, блядь, стреляет. Ты серьезно? Да просто же, сука, рандомно же стреляет, а. Спокойно. Спокойно. Пулемет, блядь, этот ебучий сука просто рандомно, блядь, стреляет. А-а-а-а. Типа отстреляли. Ёп твою дивизию. Чё, прикалываешься? Свои нахуй. Всё, давай. Повезли вагон с зерном. Конечно, пулемёт настолько могучий, что зерно не пробивает. Так, там спалом пердячий газ и всё, да? Да. Угу, угу, угу. О! Привет, генерал. Слышь? Охуевший бабкин внук, блядь. Так. А что мне с этой хироборой делать? Могу её как-нибудь сам взять? Типа она над ебишь, что ли, стреляет? Окей. Хе-хе. Здрасте. Пол покрасить. Красотища. Что вы там, быка какого-то? Держивайте, что это такое. Я что-то невидимое взял. А, тут типа должна быть верёвка, но и... Нет. Ух, как красиво. Ёпта. Ёпта. Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рёв французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Ну что, ребяточки, в следующий раз тогда увидимся. Доиграем. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся в ближайших видео. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok